Это автограф дня в студии Мария Даник. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Александр Цибульский оценил ход работы в недостроенном жилищном комплексе парк в Северодвинске и вновь встретился с дольщиками. Каковы результаты встречи? Муниципалитет будет помогать управляющим компаниям в решении вопросов, но нерадивые организации попадут в чёрный список. Глава города провёл встречу с управляйками ТСЖ, о чём договорились. В Поморе снимается часть ограничений, введённых в период пандемии, в отношении кого введены послабления. На собачьих упряжках по просторам Арктики такая экспедиция стартовала в Онежском районе. За неделю путешественники преодолеют 110 километров. Архангельской области из федерального бюджета выделено около 11 миллионов рублей. Средства господдержки будут направлены на субсидирование производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионе. Как отметили в Министерстве ПК и торговли Архангельской области, деньги смогут получить порядка 100 предприятий региона. Размер субсидии составит 2050 рублей на одну тонну произведённых и реализованных хлебобулочных изделий хлеба. Предприятие, получившее поддержку, берёт на себя обязательство не повышать цену на указанную продукцию. Власти региона разработают механизм компенсации расходов на аренду жилья отдельным категориям граждан из числа обманутых дольщиков. Идея прозвучала в ходе рабочего визита Александра Цибульского в Северодвинск. Там он посетил недостроенный жилищный комплекс «Парк» и встретился с дольщиками. Обо всём по порядку, Михаил Меньшинин. Жилой комплекс «Парк» в Северодвинске должен был стать элитной недвижимостью, но в итоге превратился в проблемную. Фирма-застройщик объявила себя банкротом, а на её владельцев завели уголовное дело, заподозрив предпринимателей в растрате средств дольщиков на личные нужды. Ну а пока тянутся суды, здание так и стоит незаконченным. Строительство ЖК «Парк» остановилось в январе 2019. К тому моменту у дома была закончена кирпичная кладка стен, сделаны перекрытия четырёх этажей и подведена канализация. Итого на сегодня готовность объекта 30%. А чтобы его закончить, нужно вложить ещё почти 91 миллион рублей. И это при позитивном сценарии. При негативном у дома придётся разобрать верхний этаж или вовсе снести здание полностью, а затем строить по новой. Такой вариант возможен, если осадка фундамента будет 500 миллиметров при норме в 120. «Именно по поверочным расчётам она будет составлять 500 миллиметров». «То есть больше, чем 120?» «Это норматив». «Это если мы ещё один этаж сделаем?» «Да, да. А что, грунты какие-то неправильные?» «Проблемы с грунтами. Под фундаментной плитой песчаная подушка. И под песчаной подушкой также присутствуют прослойки илов». Что делать дальше, сносить или достраивать, покажет мониторинг фундамента, который закончится в июне. В любом случае, получить ключи от квартир дольщики смогут только в 2022 или 2023 году. До тех пор придётся решать вопросы не только с жильём, но и с документами. «Сейчас текущие проблемы с прописками детей. То есть вопрос стоит остро по одному ребёнку у нас. Ребёнок может остаться без места в детском саду. Сами понимаете, когда ещё семья снимает жильё, да, эта мама остаётся без работы, папа работает один, денег на всё не будет хватать». О своих проблемах обманутые дольщики ЖК «Парк» рассказали на встрече с губернатором Александром Цибульским. Часть вопросов решаются уже сейчас. «Если есть дольщики, у которых нет второго жилья, обманутые дольщики, у которых нет второго жилья, значит, они должны иметь возможность получить как минимум квартиры из маневренного фонда, которые можно, наверное, использовать, в том числе для прописки детей. И второе, если в таких семьях есть наиждевение, дети или старики, то, соответственно, принять решение о частичной компенсации аренды жилья». Ждёт ответа и вопрос строительства на проспекте Ленина-3, где уже 8 лет стоит частично обвалившееся здание. С одной стороны, по закону здесь можно строить только дом под программу переселения из ветхого и аварийного жилья. С другой, новостройка должна вписываться в окружающий её архитектурный стиль с 40-х годов, чего не получится сделать без привлечения коммерческих застройщиков. «Можно сегодня ещё и сработать через программу переселения, но только сверх вот этого норматива, там 47-49 тысяч, которые сегодня есть, в перспективе до 52-го, там до 24-го года, надо сверху будет просто положить свою долю в униципалитету, и тогда эта стоимость квадратного метра, она будет выдержана. При этом потребовать однозначного решения фасадного, значит, и архитектурных элементов». Куда проще властям Северодвинска было искать решение при строительстве новой лыжной базы на стадионе «Звёздочка». Двухэтажное здание обошлось в 60 миллионов рублей. Теперь осталось продумать, как эффективно его использовать. «Если в проекте помещение обозначено как определенная тут раздевалка, здесь там кафешка вроде, а здесь какая-то там, не знаю, комната для совещаний, это можно всё перестроить. Я имею в виду организационную. То есть не обязательно...» «Ну, надумать, да. То есть в целом помещение хорошее, построено. В конце концов можно игровую там для маленьких детей сделать, пока мама там с папой пошли на лыжах или со старшим ребёнком покататься». 1 февраля здание лыжной базы передали на баланс муниципальной спортивной школы «Строитель». Но сейчас решается вопрос о его передаче центру судоремонта «Звёздочка», которому принадлежит весь остальной стадион. Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, «Регион-29». Сегодня в форме открытого диалога прошла встреча главы Архангельска Дмитрия Морева с руководителями управляющих компаний ТСЖ. Отныне нерадивые компании могут попасть в чёрный список, а бытовые проблемы граждан власть готова слышать из первых уст. В Архангельске 5,5 тысяч многоквартирных домов, более сотни управляющих компаний и 400 ТСЖ. С другой стороны, администрация города и ресурсоснабжающие организации. Необходимость встречи назрела давно. Проедет в Беларусь трактор с резиновым ножом, что он вообще ничего не чистит. Вопросов друг к другу накопилось. Снег – больная тема. Управляйки плохо чистят дворы, Мизинское дорожное управление – межквартальные проезды. Из-за этого срывается и вывоз мусора. Организация уборки снега, расчистки контейнерных площадок лежит на управляющих компаниях. Мусоровоз не может проехать ввиду сужения проезда, так же, как и неуборки снега. Улица Самойла 6. Когда дворники почистили контейнерную площадку, весь снег они выбросили в сами контейнеры. Это недопустимо. Мы выполняем совместную работу. Мы стремимся сделать город Архангельск чистым. Взаимных претензий очень много. К примеру, не все УК вовремя перечисляют собранные деньги ресурсоснабжающим организациям. В настоящее время задолженность по данной категории по тепловой энергии порядка 19 миллионов рублей. К энергетикам, кстати, претензий больше всего. Заниженные параметры теплоносителя ведут к дополнительным затратам за счет жильцов. Как и работа РВК «Архангельск». Пятиэтажный жилой фонд во всем городе страдает от отсутствия воды на верхних этажах. «Ни в туалет ничего никак не сходить. Ну а вот, так, горящей воды, видите, нету, да?» Вадим живет на четвертом этаже. Воды толком нет с начала отопительного сезона. «Запасаюсь примерно где-то в 12 ночи, ну, караулю, когда появится водичка, и набираю, примерно вот полтора литра набирается, ну, минуты две-три». Дозвониться в управляющую компанию «Левобережье» практически нереально. «Оставьте, пожалуйста, свое сообщение после сигнала». Власти о таком отношении к людям знают. «Ваши дежурные смены заточены на то, чтобы не ответить, вместо того, чтобы принять заявку, довести до руководителя и организовать ремонт». 31 декабря Вадим даже ездил к диспетчеру. Работу видел своими глазами. «Ну, я вижу, что ей поступают звонки, а она просто нажимает и сбрасывает. И говорит, вы меня отвлекаете от работы». От претензий на встречу перешли к конкретике. Администрация города проинформировала, что приступила к формированию рейтинга управляющих компаний. «То есть те компании, которые будут на хорошем счету, естественно, будут вверху рейтинга, те, которые, значит, не справляются с своими обязанностями, будут внизу. И это будет, во-первых, видно и жителям, и нам, и с нашей стороны будут приниматься определенные меры с тем, чтобы к неродионным управляющим компаниям». И все же важно, что диалог новой власти и управляющих компаний ведется. В будущем встречи должны стать регулярными. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Денис Ленчевский, Регион 29. В Архангельске продолжается работа по профилактике нарушений мер пожарной безопасности в подъездах многоквартирных домов. Не всегда жильцы ответственно относятся к собственной безопасности, превращая подъезды домов в места для хранения вещей, нередкий случай и ненадлежащего содержания общедомового имущества со стороны управляющих компаний. «В органы Государственного пожарного надзора нередко поступают обращения от граждан о загромождении путей эвакуации в жилых домах вещами и мебели. В случае пожара, заставленная вещами, лестница и заблокированный эвакуационный выход может сыграть роковую роль. Поэтому сотрудниками МЧС России на постоянной основе проводится профилактическая работа с представителями ТСЖ и управляющих компаний. Мы напоминаем, что запрещено устраивать в лестничных клетках и на поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестницах вещи, мебель и другие горючие материалы». При нарушении требований необходимо обращаться в свою управляющую компанию, а в случае их бездействия – в органы пожарного надзора. В Поморье снимается часть ограничений, введенных в период пандемии. Однако основная их часть продлевается до 2 марта. Такое решение принято на заседании регионального оперштаба, которое провел губернатор области Александр Цибульский. Снятие части ограничений, действующих в Поморье в период пандемии, продиктовано положительной динамикой. В этой связи отменяется запрет на посещение торгово-развлекательных центров подростками без сопровождения родителей, который был введен с 15 декабря прошлого года. Я поддерживаю. Мне кажется, что эту меру уже можно сегодня отменить, с учетом того, что у нас учебные заведения работают в штатном режиме. Поэтому, наверное, у нее уже такого высокого риска нет. Также на заседании оперштаба принято решение о частичном снятии запрета на работу детских центров и тематических парков для несовершеннолетних. Они могут возобновить работу, но при условии соблюдения ряда ограничений, в том числе обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, проведения термометрии и других процедур. Снятие запрета не касается детских игровых комнат при организациях общепита и торговых центрах, где родители оставляют детей на час. Все остальные меры ограничительного характера продолжают действие. Предлагаю, если у нас статистика и тенденция будет сохраняться до следующего заседания штаба, уже на следующем заседании рассмотреть возможность смягчения некоторых ограничений. Мы показываем позитивную динамику, особенно если Александр Сергеевич нам подтвердит, что у нас вакцинация населения будет идти ритмично и количество вакцинированных будет расти, то я думаю, что уже можно будет идти по пути ослабления ограничительных мер. На период действия ограничительных мероприятий продлеваются больничные для лиц в возрасте 65 лет и старше с 8 по 21 февраля и с 22 февраля по 7 марта включительно. Мария Даник, Регион 29. В школах Архангельска началась установка умных напольных диспенсеров. Бесконтактная обработка рук и термометрия теперь доступна ученикам 23-й школы города. О том, как там оценивают новинку, расскажет Александр Богданович. Умный напольный диспенсер. Этот комплекс выполняет ряд важных функций, определяет температуру тела, моет и дезинфицирует руки. Дети уже оценили новинку. Сначала у нас просто были автоматы с антисептиком, но сейчас начали мерить температуру входа на вахте. Когда я прихожу в школу, я сначала брызгаю с антисептиком, а потом мне мерить температуру. А сейчас можно этим аппаратом. Благодаря встроенной системе распознавания лиц в автоматическом режиме аппарат ведет журнал учета температуры. При повышенной он сигнализирует о необходимости обратиться к врачу. Это, конечно, положительно в условиях ковид, когда мы разгружаем людей, потому что стоять достаточно прохладно, в фойе всегда дверь открыта, и разгружать и людей здесь, и дети могут быстро, без проблем пройти, сразу с обработкой рук. Поэтому и детям очень нравится, собственно говоря, и нам тоже. Охрана жизни и здоровья детей – это первостепенная задача на уровне государства, тем более на уровне нашего субъекта Архангельской области. Этому уделяет большое внимание губернатор Архангельской области. Между правительством области и Министерством промышленности и торговли заключено соответствующее соглашение. Стоимость этого соглашения – 76 миллионов рублей. Всего в школы Архангельской области поступят 370 современных умных диспенсеров. Александр Богданович, Дарья Евграфова, Евгений Зыков, Регион-29. Следственный комитет предъявил обвинение экс-чиновнику Регионального министерства образования Юрию Гнедышеву. Ему вменяют в войну развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц, а также незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети интернет. По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через специально созданные персональные страницы в одной из социальных сетей знакомился и вел беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом. Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину, в последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению. Потерпевшими по этому делу проходят юные жительницы Северодвинска, Владимирской области и Алтайского края. Сам Гнетушев сейчас находится под домашним арестом. Суд продлил его до 8 марта. Все материалы направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Отмечу, что за развратные действия в отношении малолетней уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. В Онежском районе стартовала экспедиция на собачьих упряжках. В полярных условиях за неделю путешественники преодолеют 110 километров. Конечная точка маршрута – поселок Летняя Золотица. Каким станет это путешествие, узнаем через 7 дней. Впрочем, приключения начались уже на старте. Алексей Макеев убедился, что главное в Арктике – терпение. Арктика учит терпению. Почувствовать смысл этих слов участникам экспедиции пришлось уже на старте. Впор нему прибыли засветло, но собаки еще в пути. Их везут из Карелии. 16 человек в ожидании приключений. Нету нигде такого. И, конечно, еще потому, что мы будем идти на собачьих упряжках, где тут, в общем-то, ну, такое единение с природой, оно прямо буквально. Я был в Гренландии, я был в Канаде. Там уже очень сильно все осовременено, я бы так сказал. То есть там нет вот этого старинного быта. Впереди 110 километров без трассы. Финиш в Летней Золотице. Маршрут должен стать частью Арктического кругосветного путешествия. Это когда в разных странах по побережью Арктики будет разбито 17 маршрутов. Вот как раз-таки гонка Онежское поморье будет одним из этапов кругосветки. Через неделю по этому же маршруту пройдет известный на весь мир путешественник Федор Конихов. А пока в числе первопроходцев есть и те, для кого это путешествие детская мечта. Я, как и любой, наверное, советский подросток рос на Джеке Лондоне. Всю жизнь мечтал побывать в местах и спробовать то, что я читал в его книгах «Смоки и малыш». То есть разогреть на сковородке мороженые бобы, съесть сырой медвежатины. Не знаю, получится ли здесь, но, по крайней мере, что-то близко к этому. Суровая арктическая романтика не заставила себя ждать. Фура с собаками застряла в трех километрах от Пурнимы. Чтобы согреться, пришлось развести костер. Бывало, и предупредили заранее, в Арктике надо уметь ждать. Что все может очень быстро измениться. То есть меняется и погода, и что-то такое может быть случится. Поэтому надо просто отпустить ситуацию и расслабиться, наслаждаться тем, что происходит. Ну, в принципе, так оно и произошло. К ночи в строю пять упряжек. Средняя скорость движения 9-10 километров в час. В упряжке 10 собак. Две породы – это хаски и камчатские ездовые. Первая собака – самая умная. Она слушается команд человека. Ну, а сзади самые сильные особи, от которых зависит толчковая сила. Ну, и стартовать будут они все с команды «Аля». Впереди неделя полного погружения в суровую природу и традиции севера. А уже в следующем году маршрут появится на туристических картах мира. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. На этом все новости. Желаю вам хорошего вечера и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин